добрый вечер дорогие друзья краткий обзор моих любимых австралийских колков которые я получил в подарок чему собственно я очень рад здесь вы можете увидеть швейцарский вид головки это аналог колков которой пользуюсь я и сейчас вы увидите разные размеры колбас это слева колок для 3 4 скрипки и дальше 3 колка для 4 4 у меня установлены колодчики в виде палисандрового дерева точнее сказать цвет их головки сделал вот палисандр честно говоря на ощупь я не могу отличить вот деревянный по ощущениям абсолютно похож на дерево хотя они утверждаются как синтетика следующая часть колка которая сейчас показываю она больше похожа на синтетику и при оригинальном освещении она выглядит немножко более темно чем головка но и здесь вы видите что колочки своим кончиком сейчас вы особенно можете видеть они подрезаны кончики срезаны у колков и вот эти кончики поворот разных размеров я себе заказал колки минимального размера минимального диаметра 7,8 миллиметра кончик учитывая то что этот кончик срезается даже у колка минимального размера пришлось растачивать немножко крутится колочки очень приятно и и имеется сопротивление то есть в отличие от простого витнеровского колодчик они крутится похоже на в общем нормальные деревянные колокольцы с определенным напряжением и в ту и в другую сторону нет ощущение пустоты то есть как у хорошего электронного руля автомобиля вот еще необходимо сказать о важном принципиальном отличие этих колков от деревянных дело в том что в отличие от стандартного колка в этом месте колки вклеиваются в голову то есть они грубо говоря установлены намертво и вот и в этом месте они приклеиваются но после склейки каждый из нас должен понять что вытащить самостоятельно в случае необходимости этот колок без мастера мы не сможем я уже несколько раз думал что же я буду делать если вдруг перед концертом эта колокольца сломается теоретическая возможность любой поломки как вы понимаете она всегда существует и так я и не понял что я буду делать в общем видимо в этом случае придется играть на трех струнах но предыдущие колкины которых я играл были сделаны собственно с горек по легенде с обе пельёбом и проработали в тот момент почти сто лет и не сломались поэтому будем доделиться до того что эти поведут себя точно так же удачи в приобретении